Что такое гистограмма? Я сказал, да, есть, но не одно, их много. И эти сердца – наше изображение. Дело в том, что гистограмма чем-то напоминает обычную электрокардиограмму сердца. Она может показать, что не так или наоборот, нормально или ненормально с нашим изображением. Для того, чтобы добавить вот эту гистограмму, нам необходимо сделать следующее. Зайти в окна, далее «Стыкуемые диалоги» и здесь найти «Гистограмма». Или с помощью специальных кнопок на наших панелях добавить соответствующую вкладку «Гистограмма». И перед нами откроется вот такое небольшое окно. Хочу сказать, что этот инструмент является информационным. Он только показывает. И его часто используют при так называемом редактировании цветового баланса. Посмотрите внимательно на гистограмму этого изображения. Мы видим график, такие горы. И внизу у нас есть такая полоска. Вот на этой полоске яркость распределена слева направо. Черный здесь означает 0, а белый 255. Ну, иногда просто говорят темные тона вот в этой области. Вот здесь полутона, а это светлые тона. Чем выше будет уровень, соответственно, нашей гистограммы, тем больше информации приходится на этот участок. И по показаниям гистограммы мы можем сказать, с чего больше информации в нашем изображении цвета находится в темных, например, в светлых участках фотографии или в полутонах. Дело в том, что я не буду показывать, какие гистограммы соответствуют каким изображениям. Именно гистограмма хорошо показывает, если, например, на изображении была сделана неправильная экспозиция. И вы можете сами на базе своих собственных фотографий проанализировать их с помощью именно гистограммы. Единственное, что хочу сказать. Вот в этом окошке мы можем выбирать как на так называемое общее значение яркости, так и посмотреть по отдельности по каждому из каналов. И помимо этого мы еще можем определять так называемую гистограмму именно RGB, всех каналов вместе. И посмотреть, какие именно цвета в каких областях находятся. Дело в том, что изображения могут быть достаточно разные. И самый лучший способ понять именно эту гистограмму является, например, наши градиенты. Вот если взять простое изображение, которое генерируется нашим непосредственно гимпом, и создать градиент от, например, светло-серого до темно-серого, то, ну, это обычный линейный градиент, то вы увидите так называемую знаменитую трапецию. И если вы будете менять значения вот эти и, соответственно, менять разные формы градиента, они будут отображаться непосредственно на вот этом графике. Вот эта нижняя таблица, ну, такая условно, это статистика по определенному участку. Здесь есть специальные ползунки, которые позволяют нам ограничить некую область и, соответственно, посмотреть, какая статистика будет соответствовать именно вот этой области. И наша гистограмма, она может быть линейная и логарифмическая. Линейную используют прежде всего для анализа именно фотографий. Что же я еще хочу сказать? Дело в том, что наша вот эта гистограмма, она является прекрасным так называемым примером для того, чтобы понять, какие действия будут производиться над нашим изображением и на каком уровне мы эти изменения можем увидеть. Дело в том, что есть такой в фотографии термин, как разрушающая обработка. Вот давайте посмотрим на нее. Мы возьмем обычную фотографию, зайдем в пункт меню цвет и возьмем такой инструмент цвета, яркости, контрастность. Смотрите, что будет с гистограммой, если мы начинаем изменять яркость. Появляются вот такие зубцы. Это называется эффект гребенки. А если мы еще и контрастность будем менять? Видите, появились столбики. Дело в том, что когда мы меняем яркость, контраст, то мы вносим уже непоправимые, может быть, даже изменения в само изображение, в саму фотографию. И если слишком часто менять яркость, соответственно, и значение контраста, то мы можем в итоге просто потерять изображение, то есть потерять цвет этого изображения. И поэтому вот этот, например, способ просто бездумно, так называемое, менять значение яркости и контраста и называть иногда разрушающей обработкой. Дело в том, что для того, чтобы эта яркость и контраст сделать правильно и с учетом именно гистограммы, этот специально есть такой инструмент в цвете, он называется уровень. И эту гистограмму вы как раз здесь можете увидеть. Но если эта гистограмма просто нас информирует, то здесь уже можно непосредственно выполнять именно коррекцию цветовых уровней. И есть еще инструмент, не забывайте, цвет, так называемый кривые. Именно этот инструмент уже является профессиональным и позволяет именно сделать профессиональную цветокоррекцию нашего непосредственно самого изображения. Эти инструменты часто сравнивают вот яркости и контраст, например, с кувалдой. Да, работает быстро, но разрушает все. Уровни часто сравнивают инструмент с топором, а вот кривые со скальпелем. И не забывайте, что обязательно нужно посмотреть на свои собственные снимки. Вы сразу поймете, что к чему и о чем, как говорится. И еще этот инструмент, забывают многие сказать, что он работает не только с самим изображением, гистограмму показывает, но и любого активного слоя, в котором у нас будет, соответственно, выделен. И гистограмма будет показываться именно активного слоя. И помимо этого у нас еще она показывает любую область, которая у нас выделяется на нашем изображении. Именно этой области, которой нам надо. А на сегодня все. Спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok